Сколько выдающихся советских конструкторов, изобретателей и дизайнеров мы знаем. На ум приходит разве что Михаил Калашников, еще пара-тройка имен. Такие фамилии, как Азрикан, Арсентьев, большинству из нас мало что говорят. А ведь их творения нам неоднократно попадались на глаза. И сегодня я расскажу о создателе самого известного советского забора ПО-2, который ты наверняка видел сотни раз. Им окружены воинские части, заводы, железнодорожные пути и даже заброшенные свалки. А создал бетонный забор с ромбиками советский архитектор Борис Рахман, который переехал в Соединенные Штаты Америки еще в 1981 году, как только это стало возможным. Вот что он рассказывает. Помню, как нам поставили задачу разработать проект эстетически красивого забора. Никто не торопил. Я успел сделать три очень хороших варианта. Мне нравился больше эскиз забора, похожего на каменную кладку. Но в итоге выбрали самый простой вариант. Наверное, понравилась форма выступов, когда пыль и грязь смываются дождем. За работу дали 50 рублей и бронзовую медальку, которую, к слову, я получил аж через 10 лет в США. Медаль, собственно говоря, единственное воспоминание, что у меня осталось об этом проекте. Чертежи ведь вывозить не разрешалось. Забор проектировался для безопасности промышленных объектов. Выпускался на конвейерах, специализирующихся на производстве бетонных элементов. Конструкция задумывалась как укрепленная железнобетонная рама с бетонной панелью, армированной сеткой из проволоки. Рельефный рисунок позволял играть свету и тени, что в какой-то мере избавляло от чувства монотонности. Кроме того, преимуществом ПО-2 было наличие шумового барьера, что очень важно для ограждений такого типа. Первые образцы ПО-2 представили еще в 1974 году в Москве. Тогда они получили немало наград. Популярность бетонные заборы стали набирать в 80-х, когда чиновники решили ими огораживать неприглядные места. По словам самого Бориса Рахмана, архитектура – это его признание. Несмотря на высокий статус архитектора, в СССР эту профессию нельзя было назвать денежной. И когда появилась возможность, Борис уехал за границу, в США, чтобы почувствовать свободу и присоединиться к той культуре, о которой ранее только читал в журналах. На сообщение о том, что бетонные заборы с ромбиками запретили в Москве, архитектор только качает головой и улыбается. По словам самого Бориса, он не понимает, почему его детище, несмотря на предельную простоту и монотонность, обрело столь огромную популярность. Но кажется, именно в простоте и универсальности бетонных ограждений с ромбиками и заключается секрет их популярности. И благодаря этому забор из сплит ПЛ-2 остается самым распространенным ограждением на всей территории бывшего Советского Союза. На этом все, дорогие друзья. Если вам было интересно, не забудьте поставить палец вверх. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!